Вы смотрите канал Евгения Бажанова «Диалог цивилизаций». Итальянцы – воины или торговцы? Принципы борьбы между кланами? Выдающиеся итальянские деятели? Мэр города Рина, банкир Джианнини, профессор Скалапина и мэри Маджоули, написавшая трогательные письма своим русским друзьям. В беседе – письмо голубыми чернилами. Добрый день! Это моя очередная беседа по Италии. В прошлый раз я начал разговор о тех чертах итальянцев, которые мы сами заметили, работая с супругой в США, о которых нам рассказывали итальянцы, проживающие там, и американцы, не являющиеся итальянцами, о которых мы читали в газетах, в которых смотрели передачи, передачи по телевидению. В общем, все вместе взятое. Вот я продолжу этот рассказ. Я говорил о таких ярких чертах, преимуществах итальянцев, их достижениях, кулинарии, умении одеваться, доброжелательности и так далее. Ну, вот что касается понятия о их жизненной философии, политической философии, то вот понятие «рыцарь без страха и упрека» к итальянской традиции не относится. В средние века итальянцы, как и все другие, увлекались рыцарством, но в основном внешними проявлениями это рыцарство. Красивые лошади, красивая амуниция, прекрасное, красивое оружие. Все так здорово выглядит внешняя сторона. Что касается вот крестовых походов, то итальянцы в качестве воинов почти в них не участвовали. Вместо этого они были купцами и посредниками. Они в аренду сдавали суда этим крестоносам из Германии, Франции, там, других стран. И очень часто их направляли в те районы, которые были интересны по коммерческим соображениям. Не по религиозным, а по коммерческим. Надо было, так сказать, взять под контроль какое-то местечко такое довольно богатое. Вот они убеждали крестоносцев, давайте, значит, туда и двинем. Это вот это. Дальше принципы такой борьбы. Я говорил уже не раз, что в итальянском обществе идет борьба между группировками, кланами, семьями. Ну и вот принципы этой борьбы нам итальянцы не раз говорили. Вот считается, там, у англичан лежачего не бьют. Как не бьют? Как раз и надо бить. Но другое дело, если рядом полицейский стоит, который увидит, что ты бьешь, тогда не надо. Но если полицейский отвернется, тут же это самая, так сказать, удобная позиция противника, когда он лежит. Или в карты, когда садишься играть. Сначала надо заглянуть в карты противника, соперника. В свои всегда успеешь. Такой принцип. Ну и отношение к идеологии. Вот итальянцы сами говорят, что все идеологии, которые в Италии как-то пробовались, испытывались, существовали, они все пришли из-за рубежа. Это и феодализм, и ливерализм, и социализм, и коммунизм, и капитализм, и так далее. Все откуда-то. И итальянцы за свою длинную историю убедились, что ни одна идеология не работает. Все равно государство остается ужасным, антинародным, опасным, плохо действующим, коррумпированным. Поэтому, как мы не расслышали от них, американских итальянцев, какая разница между демократической республикой, которая поражена коррупцией, и диктаторским режимом, пораженным коррупцией. Даже, может быть, лучший диктатор, он там несколько человек ворует, а здесь все подряд. Такой скептицизм в отношении идеологии. И вот в этой связи тоже такой анекдот ходил, по крайней мере, в то время. Холодная война, американцы завоевывают всю Европу и сажают в тюрьмы всех антикоммунистов в европейских странах. Потом Советский Союз прогоняет американцев, завоевывает Европу и сажают в тюрьму всех антикоммунистов. Тех коммунистов посадили, здесь антикоммунистов. И все страны Европы становятся безлюдными, все сидят в тюрьме. Все англичане, половина были коммунистами, половина антикоммунистами, все в тюрьме. Немцы, датчане и так далее. Только в Италии никого не посадили, потому что они и не коммунисты были, и не антикоммунисты. Ну и вот якобы действительно история происходящая с Бенитом Муссолини, когда он был дуче диктатором в Италии фашистским. Он приехал на завод и разговаривает с руководителем завода, сколько у вас здесь партийных людей, каких партий придерживается. Тот говорит, ну у нас 30% это коммунисты среди рабочих, 30% социалисты. Но остальные так по мелочам, мелкие партии. Но Муссолини возмутился, говорит, а фашисты есть? Он говорит, ну конечно, они все фашисты. То есть одновременно. И то, и другое. Вот такой подход. Но это в общем критические нотки в отношении итальянца. Правда, говорят, благодаря вот такой своей гибкости, своей такой ступчивости, конформизму, оппортунизму, они очень хорошие дипломаты и много на этом поприще получают. Чувствуют, что перед ними сила. Не надо и лезть на рожон, не надо, так сказать, сражаться до последнего патрона, а надо прийти к какому-то, в общем, знаменателю, о чем-то договориться и получить то, что где надо. И часто им это получалось, у них и получается. Вот поэтому у них сильная дипломатия в итоге. Значит, это, что касается их вот таких черт, но мы встречали много итальянцев в США, и я должен сказать, что они все были очень приличные люди. И некоторые из них выдающимися были людьми, ну, в принципе, можно сказать, что среди итальянцев, все-таки их много, да, в США более сейчас 20 миллионов, очень много выдающихся людей, я уже некоторых из них называл, но поговорю о тех, с кем мы лично были знакомы и могли убедиться в том, что это порядочные люди, умные люди, талантливые люди и так далее. Ну вот начну с мэра города Рина, Минникуччи. Рина – это город на севере Невады, он обслуживает и горными домами, район Сан-Франциско, то есть Калифорния прилегающая, там другие места, в отличие от Лас-Вегаса, который ориентирован на Лос-Анджелес, юг Калифорнии, тоже находится в Неваде. Город такой мощный, я бы сказал, да, с большими деньгами. Так вот, Минникуччи, мэр, средних лет, итальянец, тучный такой, добренький, мягкий вроде, да, значит, у него нет персональной машины, не положено мэру, сам ездит за рулем, правда, ему за бензин платят, определенное количество бензина в месяц ему полагается. Его кабинет, конторка вот небольшая, сидит вместе с секретаршей, и очень низкая зарплата, все. Ну и он не то, что жаловался, а говорил, конечно, Виталий все по-другому, Виталий не то, что мэр, а работник, мэрия, это большой человек. Вот он был случай, говорит, у нас из Рина, один товарищ, друг итальянского происхождения, поехал в Италию, в Риме решил на работу устроиться. Явился в мэрию, оформлять документы, ему говорят, нужен аттестат о том, что вы, значит, высшее образование получили в США, но этот аттестат должен быть заверен у нотариуса, и далее заверен в генеральном констве Италии в США. Поехал этот человек в Рина, в генконсульство ездило в Италию, в Сан-Франциско ради этого, тоже большие расстояния. Вернулся, приходит в эту мэрию Рима, ему говорят, а аттестат школьный, то же самое надо проделать, он опять едет в США, возвращается, ему еще что-то выдумают, но он понял, что он никогда не получит работу, нашел блат в мэрии, и какой-то там, как, так сказать, человек среднего уровня, по должности, в течение часа этот вопрос ему решит. И он говорит, так и все, любой вопрос, только по блату, только через своих, только через знакомых, там, тем более, говорит, все же, все же семейственности, если какой-нибудь человек из семьи продвинулся вверх, то тут же родственников расставляет, и Папа Римский расставляет родственников, там, где может, и президент там, фиата, и президент страны, и премьер-министр все этим занимается. При этом, мне Куча говорил, да, мы действительно плеем на всякие, там, либерализм, консерватизм, я вот людей делю хороших, плохих, тех, кого я люблю, тех, кого не люблю. На самом деле, он был либерал по американским понятиям. США либерал, это человек, который за социальную справедливость, за большие налоги, за помощь бедным, в отличие от нашей страны, где либерал, это за рыночную экономику, меньше контроля со стороны правительства, меньше вмешательства, меньше налогов и так далее. Там вот так. То есть, он был на самом деле либерал. Еще один либеральный политик, которого мы хорошо знали, мэр Сан-Франциско Москона, ему было, когда мы с ним познакомились, это 48 лет, либерал, очень популярный, когда ему исполнилось 49 лет, его убил один из членов городского совета, Уайт, убил за то, что он его отодвинул от должности и выступал он в тандеме мэр с таким еще одним членом городского совета, Харви Милком, который был человеком нетрадиционной ориентации. Вот Уайта обвинили в том, что он убил мэра этого Милка именно за то, что традиционная ориентация Москона ее уважал, а тот практиковал. Так ли было, нет, точно неизвестно, потому что на самом деле там другие были обвинения предъявлены, просто Уайт его выкинули из городского совета и он мстил Москона и Милку, который его поддерживал. Но дело-то не в этом, а в том, что его судили, этого Уайта, и дали им очень малый срок за неумышленное убийство. Почему неумышленное? Потому что адвокат якобы доказал, что Уайт получал маленькую зарплату, он бывший полицейский, кстати, до того, как в городской совет попал, и на эту зарплату он не мог хорошо питаться, он ел низкокалорийную пищу. И в итоге, когда человек ест низкокалорийную пищу, он не в состоянии предусматривать свои действия, планировать свои действия и осознавать то, что он делает. Поэтому неумышленное убийство. Посадили он несколько лет, правда он вышел из тюрьмы и вскоре через год в 1985 году застрелился. Но это уже другой разговор. Значит, вот мэр Москоне. Теперь Джианинни, это человек, который создал Бэнк оф Америка, Сан-Франциский банк, один из самых крупных в мире, а когда мы там работали, он был самым крупным банком в мире. Создал он давно, в начале 20 века, ну и его родственники продолжали руководить этим банком, мы вот их знали, и они нам рассказывали, что в 906 году в Сан-Франциско было страшное землетрясение, весь город был разрушен, и вот уже на следующее утро после землетрясения Джианинни подошел к месту, где был его банк, разваленный кругом, и он тут же стал давать займы людям для того, чтобы они восстанавливали свое жилище на следующее утро, вот поэтому продолжал богатеть, и чем еще он прославился, он отменил кабинеты, вот когда он возглавил восстановление Банков Америка, он первый в мире, кто сказал, не нужны никакие кабинеты, все должны сидеть в одной комнате, вот заходишь в этот Банков Америка, да сейчас это во многих офисах, и в том числе и у нас, и все сидят вместе и видят, что каждый делает, труднее махинировать с клиентами, поскольку ты на виду, более того, Джоанине отказался сам от кабинета, у него самого не было кабинета, он тоже вот так вот сидел со всеми, ну еще, что он вел, это очень простой способ открытия счета, вот говорят в Швейцарии, там прежде чем тебе откроют счет, там с тобой переговоры чуть ли не пять лет ведут, выясняют все о тебе, значит требуют, чтобы ты там был верным эту банку на протяжении десяти поколений после тебя, а здесь водительские права показал, тебе открыли счет, это якобы тоже его заслуга, Джоанине. Теперь Малинари, это зубной врач, о котором я уже упоминал, такой старичок, очень хорошо одевавшийся, очень приятный, с великолепными манерами, так лечил, чтобы приятно было, когда тебе копаются в зубах и боль причиняют, такой интересный человек, он тоже очень много рассказывал, сетовал на то, что зубы плохие и у нас, и у итальянца, потому что войну пережили настоящую, не как американцы, и витаминов не хватало, и лекарств не хватало, но вот он лечил всех наших гетконсульств и отмечал, что действительно с зубами проблемы. Ну еще он любил рассуждать о итальянских нравах, что действительно в Италии все по блату, без блата никуда не сунься, это кошмар, мы его как-то спросили, ну а почему тогда в Италии вот такие есть талантливые люди и такие достижения во многих сферах, он говорит, тут есть сферы, где без таланта не обойтись и там блат не работает, ну вот я, значит, возьму я к себе помощники, как зуб, вот я зубной врач, мне нужен помощник, возьму по блату кого-то, конечно не возьму, он же не сможет зубы лечить как следует, или повар, возьмет человек, если он не умеет готовить, или портного, ну я уже не говорю, он говорит о музыкантах, о певцах, там композиторах и так далее, когда есть талант, против таланта не попрешь, ну и вывод, в Италии много талантливых людей, потому что, несмотря на блат, Италия во многих, на многих направлениях, во многих отраслях очень хорошо идет среди лидеров в мире. Следующий итальянец это Скалопино, это был профессор в Калифорнийском университете, когда он был жив, он был известен во всем мире среди востоковедов, это был такой гуру, которого уважали во всем мире, в том числе и у нас, как-то он приехал в СССР, остановился у нас в квартире, так отбоя не было от посетителей, кто к нему только не ходил, из наших высоких людей, все его звали к себе, переезжай ко мне, значит, это было начало 90-х годов, и встречался он тогда с Примаковым, который возглавлял СВР, в то время тоже его друг, в общем, был человек вот такой, нараспашку, хотя он был консервативных очень взглядов, и, значит, чем еще приятен был Скалопин, во-первых, он был честным и порядочным, как друг, как человек, с которым ты сотрудничаешь, но как он относился к своей жене, в 1673 году она ехала на машине, попала в аварию, была скользкая дорога, она съехала и лишилась возможности передвигаться, ее парализовала, она ездила всеми на коляске, и вот Скалопина постоянно путешествовал, постоянно, путешествовал до конца своих дней, он дожил почти до 90 лет, и все время со своей женой на коляске, сейчас это проще стало для людей с ограниченными возможностями, а тогда это было очень сложно, вот он с этой женой на коляске, звонишь ему в офис, говорят, господин Скалопина, сейчас спускается по Нилу на плоте, на плоту вместе со своей женой, звонит в следующий раз, это уже 90-е годы, господин Скалопина по Гоби, в Монголии, мчит в машине, с ним вместе жена, такой вот человек, я очень был, повторяю, порядочный, приятный, далее, Бенеи Тотти, это молодая девушка, мы так с ней познакомились, такая юристка, общались, общались, а потом как-то она расплакалась, и нам говорит, вы знаете, вот ФБР мне поручило следить за вами, но я отказалась, вы такие хорошие люди, я вас так люблю, я не хочу вас подводить, пусть они меня пьстят, но я это делать не буду, вот говорят, рыцарь, итальянцам не подходит, рыцарь без страха, выпрёха, подходит, ну и наконец, в заключение, о ком бы я хотел сказать, это вот, такая дама, Мэри Маджуули, значит, она продавала товары компании Avon, для женщин, и вот познакомилась с моей женой, они так сдружились, она гораздо старше была, и муж ее старше, такая солидная семья, итальянская, такая патриотичная, итальянская, и это была настоящая дружба, можно бесконечно о ней рассказывать, у нас сохранились сотни писем от нее, которые написала и Наташиной маме, и нам, вот я зачитаю только одно письмо, в заключении моей сегодняшней беседы, которая направлена моей жене, перед тем, как мы уезжали из США, закончили свою командировку там, 3 августа 1979 года, «Дорогая Наташа, это письмо следовало бы написать голубыми чернилами, чтобы отразить мою печаль в связи с предстоящим расставанием с тобой, наша дружба была одним из величайших удовольствий в моей жизни, и твой отъезд создает для меня вакуум, сколько замечательных бесед мы провели с тобой, как много мы шутили, ты даже представить себе не можешь, насколько я буду по тебе скучать, ты и твой хороший Женя возвращаетесь на родину, и вас ждет новая жизнь, я глубоко в душе надеюсь, что однажды вы вернетесь, и что когда это случится, Женя станет тем человеком, который скрепит наши две страны, такой же дружбой, которая сложилась между тобой и мной, Джордж, мой муж, тоже в это верит, будем ждать вашего возвращения, но Боже мой, как же я буду страдать без моей приемной дочери, поцелуй за меня своих родителей, и расскажи, как я благодарна им за то, что они вырастили тебя, и на время одолжили тебя мне, с любовью, Мэри. Вот такие итальянцы. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Ангел небесный, дай знать, подскажи, Душам заблудшим их путь укажи, И устреми взоры грешных людей, На Божье творение, на лебедей. Если к лебедушке никнет беда, Лебедь не просит ее никогда, Будет любимую он миловать, Будет ее от невзгод защищать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Свято храня до скончания дней Верность любви лебединой своей. Гордые и светлые эти создания Посланы Господом нам на зидание. Люди, смотрите, учитесь у них, Не предавайте любимых своих. Ангел небесный, дай знать, подскажи, Душам заблудшим их путь укажи. И устреми взоры грешных людей На Божье творение на лебеде. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры создавал DimaTorzok